Прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Что Люберчан волновало в этот раз, расскажем в сюжете. Один из важных вопросов на встрече благоустройства дворовых территорий. Анна Медечко обратила из проблемы нехватки парковочных мест на улице Урицкого, 16. Водители оставляют транспортные средства даже в запрещенных зонах. Из-за чего возникают проблемы с вывозом мусора. У нас закрытый жилой комплекс. И абсолютно не хватает мест. Запирают в основном мусорные контейнеры. Так как очень многие соседи, к сожалению, не имеют возможности решить эту проблему самостоятельно в плане переговоров, то я вынуждена применять более серьезные меры этого заповукуатора. Также обсудили работу жилищно-коммунального комплекса. Оксана Разуменко с улицы Комсомольская. У нее в доме слабая подача отопления. Пришла на встречу для более детального рассмотрения вопроса. Ведь с этой проблемой жители сталкиваются не в первый раз. Проблема у нас в доме очень серьезная. Мы мерзли уже года четыре. Мы хотим попросить разобраться в этом вопросе глубже, чем просто ответить, что да, у вас норма 18 градусов. Потому что живем мы там 20 лет. И лет 10 назад у нас было все прекрасно. Сейчас у нас все как-то очень сложно. Хотим добиться ремонта крыши, капремонта дома. Жители поселка Томилино интересуются постройкой новых учебных учреждений. На данный момент там функционирует только одна гимназия номер 18, состоящая из нескольких корпусов. Вторая школа закрыта на капитальный ремонт. Все также были вопросы обсуждены и сроки названы по строительству новых объектов. Думаю, что те сроки, которые обозначены в документах, это 24-25 годы, строительство новой школы удовлетворили наших родителей. Сказали, будем очень ждать новую школу для наших детей. Все обращения приняты в работу. Информацию о следующих встречах можно узнать на официальном сайте и в соцсетях администрации городского округа. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.